Привет! У нас наступил вечер, мы решили зря не тратить время и приехали посмотреть одно из самых популярных мест в Шарм-Аль-Шехе. Это, конечно же, старый город. Мы приехали сюда на такси. От нашего отеля Пик Альбатрос Лагуна Клаб приехали около получаса. Поездка нам обошлась всего в 4,5 евро. Вообще, старый город, в первую очередь, это не город, а маркет, где располагаются различные кафе, рестораны, базары. Но главной достопримечательностью места является мечеть Аль-Сабаха. Какая красивая мечеть! Она, на самом деле, построена относительно недавно, в 2017 году. И считается второй по величине в Шарм-Аль-Шехе и самой красивой в этой местности. Красота! Мечеть, словно из волшебной сказки, просто завораживает. Будто ты попадаешь в сказочный мир Аладдина. К слову, Аль-Сабаха отличаются уникальным архитектурным стилем, в котором сплелись черты сразу нескольких зодческих школ. Но основу, конечно, составляет османский стиль. Главный купол мечети располагается на высоте 36 метров, а два ее минарета протянулись на высоту 76 метров. Святыня может в себя вмещать до 3000 человек. Что интересно, мечеть может посетить абсолютно каждый, в том числе и туристы. Вход бесплатный. Однако, конечно, стоит соблюдать правила. И женщины должны заходить в закрытых одеждах, которые выдаются около мечети. Мы решили не заходить внутрь, потому что приехали как раз к вечерней молитве и идем прогуливаться по базарчику. Не успели мы начать нашу прогулку, как к нам уже тут же подошел продавец и начал продавать всякие разные цепочки. Уболтал он меня вот на эту цепочку. Купила я ее в итоге за 8 евро. Не знаю, переплатила, не переплатила. Итак, старый город чем у нас знаменит? Тем, что здесь у нас находятся самые разные базары. Несмотря на то, что город называют старым, на самом деле он таковым не является. Он был построен в 90-х годах. На самом деле, до этого здесь была деревушка рыбачка, которая затем дала начало туризму Шар-Мальшейхине. И где-то в 90-х годах здесь начали строить самые разнообразные лавки для привлечения туристов. Собственно, и название старый город не соответствует тому, что здесь вы можете найти какой-то старый Египт. Нет. Все для туристов. Как вы видите, здесь можно найти абсолютно все, начиная от фруктов и заканчивая огромными кальянами, одеждой, обувью. Колорит во всей красе. Здесь прямо на входе специи. В общем-то, как и в Турции это все можно найти. Но я вижу какие-то необычные чаи, которых у нас в Турции, например, не продают. Настоящий восточный базар. Что ты покупаешь? Я пока ничего не покупаю. Ты спросишь, что это? Стоишь, это сахарная аппетит. Что сахарная? Сахарная аппетит. Очень сладкий. Очень сладкий фрукт. Попробовать можно? Очень сладкий. И тоже сердце полезно. Для сердца полезно? И тоже жало мальчиков, как витамин С, и тоже жало мужчины. А сколько стоит? Мы сразу напали на фрукты, как дикие люди. Это манго? Это манго. Манго такой же, как турецкая команда. У них вот это вот интересная вещь, надо что-нибудь собрать, то интересная. Сколько стоит? Это килограмм, это 8 долларов. 5? 8. 4? 8. 7 долларов, ладно. Нет, давайте 5. И бятмана. Бятмана. В общем, мы взяли вот это сахарное яблоко. Килограмм нам обошелся в 7 долларов. Также взяли манго папайя. Одна штука обошлась в 3 доллара. Мы торговались, но я вам честно скажу, что здесь не очень. Они хотят торговаться, говорят. Надо больше брать, чтобы была хорошая скидка. Давай фотографии, смотри. Фотографии? Да нет. Он говорит, поснимай. Давай, смотри. Можно поснимать? А это что такое? Это роза. Роза? Роза в мустилине. Это только красота, как в дом. Очень красиво. А у меня есть, ты знаешь, это что? Это пенза. Это пенза. Да, это как пенза. Очень красиво. У меня это как какашка в блюдах. Что это? Какашка. Это финик-чай. Чай с финик-чай? Да, это не какашка в блюдах, это финик-чай. Финик-чай. А у меня есть, как мы, очень много издачеки. А там одежда, да? Просто сколько раз в Египте? Второй. О, это нормально. Нормально? Это правда. Сколько стоит? Один бакс. Один бакс? Я не жму, я не жадный. Потому что один рожденький. У кого? С днем рождения. Спасибо. Потому что хорошие люди, я лишь мой, я не жадный сейчас. Что тебе надо покупать сегодня? Я там тебя 25 скину. Тобак сколько стоит? Тобак колян? Да. Давай, смотри. А там есть тобак? Я сначала здесь. Я одну. А сколько штук? Так красиво. Я одну. Можно два? Это одну, мне маме-то. Подарок мама, друзья. Мы на педикюр ходим, мама у меня только пензий. Хорошо. А табак? Табак вот, давай. Посмотри. Мама не подарок. А куда нужен подарок и вам домой как? Домой. Табак. Такой не муж. Он с никотином умирается. А это на подарок? Это на подарок. Это на домой лучше. Серьезно. Сколько стоит? Сколько штук? Я не жму тебя лежал. Я же сначала, я одну, три. Я не жму тебя лежал. Две. Конечно. А сколько тебе надо такой? Сколько стоит? Может, если доллар, может, я пять возьму? Пять штук? Если по доллару. Это будут. Это дороже. А сколько стоит? Сколько стоит? Это самое настоящее. Походу, дело, вы попали. А у меня это значит и что? Что? Что это? Дай руках. Это будинский чай, называйся. Будинский? Это я очень люблю. Это хороший, это хороший на нерве. Я в бахрейне целалась. Я в голову, да? Нет. Это в кипятом раз может. Есть как три раза в завар, четыре раза. Один на стакан. Это похоже на наш кикик. Очень вкусно. Как на горло болит тоже. В общем, что я могу вам сказать по поводу покупок. Здесь очень действительно профессионально обрабатывают покупатели. Я вам скажу. Нам говорят, проходите, смотрите. В итоге начинают все показывать, предлагать. И ты не понимаешь, как тебе уже все начинают сучать, все товары. Мы взяли чай. Чай действительно здесь классный. Что самое удивительное и неприятное, что произошло дальше, так это тот факт, что я начинаю платить в евро. Мне говорят, что у них нет сдачи в евро. Говорят, еще что-то покупаю. В общем, я сказала, если вы мне сейчас нормальную сдачу не сдадите, я просто забираю все свои деньги и ухожу. И только тогда, только тогда они сказали, ну хорошо. И у них сразу евро нашлись, и все деньги нашлись. В общем-то, вот с этим здесь нужно, наверное, быть поаккуратнее. Все-таки в Турции я вот с таким не встречалась. Там даешь деньги, тебе сдаюсь сдачу. А здесь говорят, что якобы у них ничего нет, хотя у них на самом деле все прекрасно есть. Ну вот такой вот момент. Я думаю, его обязательно нужно учитывать и быть настороже при покупке. Хотя действительно мы взяли хороший. Также вот тут на Вазарчике можно найти рыбные лавки с шикарными морепродуктами. Сколько креветки стоят? 19, 13 и 20. Цена килограмм. Это джумба? Это бабульша. Это маленький, а с минуты. А с минуты на 10 килограмм. Килограмм 10 долларов? 10 килограмм. Такой? А какой? Приготовок без курса. Да, можно заказать значит килограмм креветок на двоих, а приготовить сладное здесь поесть. Итак, мы решили взять креветки. Нам уступили килограмм за 15 долларов. Здесь же готовят. Можно подняться на крышу и с видом на город поесть, отдохнуть. Также еще взяли осьминог. Осьминог килограмм есть. Потихоньку начинают накрывать на стол. Принесли свежие египетские лепешки, булочки. Также есть закуски в виде хумуса, салата и острого соуса. Скажу сразу, еда даже сейчас на уровне закусок вкуснее, чем наша модель. Подошли наши креветки. Мидии в сливочном соусе. И осьминог. Мы расположились на крыше, откуда открывается вид на город. В общем, в ресторане нам понравилось. Во-первых, цены нормальные. Что, хорошо? Все хорошо, спасибо. Спасибо. В общем, в ресторане нам понравилось. Он называется Парус. Могу его 100% рекомендовать. Почему? Потому что приготовили все вкусно. Цены нормальные. Никаких обманов со стороны сотрудников не наблюдалось. Обслуживание хорошее. В общем-то, если будете когда-то отдыхать в Хармад Шейхе и захотите сходить в рыбный ресторан, то вот этот вот ресторанчик я могу 100% рекомендовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова